Путинским дипломатам и самому Путину лично очень хотелось обыграть НАТО. Соперник, в общем-то, никакой, но если бы это могло состояться, то много шума для внутреннего пользования, конечно, произошло бы. Но не получилось и получиться не могло, потому что речь идет о, прежде всего, политическом союзе государств. И это многие государства, которые имеют мощные вооруженные силы и мощную экономику. И в сравнении с тем и другим, все путинские гиперзвуковые мультики выглядят ничтожеством. И сам он, как человек, выглядит ничтожеством даже на фоне совершенно бесталанных НАТОвских руководителей и столь же бесталанных руководителей государств, входящих в этот военно-политический блок. Основной принцип этого блока – нападение на одного – означает нападение на всех. Это большая страшилка. Ни разу эта страшилка не срабатывала. И в тех случаях, когда необходимо было применять вооруженные силы в каком-то достаточно значимом масштабе, слава богу, это происходило только в локальных войнах, тогда оказывалось, что блок НАТО неповоротлив, его вооруженные силы недееспособны. И максимум, что они могут, это где-то на подтанцовке, на снабжении, на тыловом обеспечении. Там что-то сделать в весьма малом масштабе. И то каждый член НАТО соображает, в каких масштабах ему участвовать в той или иной операции. Мы знаем, что в операции против Сербии задействованы были в основном, или можно сказать, только и исключительно, вооруженные силы Соединенных Штатов Америки. Другие партнеры по НАТО лишь угрожали. Хотя располагались на расстоянии вытянутой руки, имело бы смысл сербским военным нанести удар по базам НАТО, которые находились рядом с их границами на территории иных государств. Нападение состоялось и было декларировано со стороны НАТО, хотя фактически окучивали крылатыми ракетами бесконтактно и бомбили именно американские воздушные силы. Их достать было трудно, но можно. А НАТО в ближнем доступе от Сербии был, но вот таковы законы современной войны. А ты не пошевелись, дай себя разбомбить в дым, может быть тебя пожалеют. В каком-то смысле пожалели, сменили государственную власть, сменили многие политические ориентиры Сербии. Но пока Сербия продолжает жить на территории Европы и ее не сравняли с землей. В принципе могли бы американцы, развязавшие войну на территории современной Европы, прямо, можно сказать, в сердце Европы развязали войну. И это как-то сошло им с рук, и блок НАТО не рассыпался от этого. То есть мы можем представить себе масштабы, в которых могут быть применены вооружения, и при этом блок НАТО останется консолидированным, но только политически. Второй случай – это буря в пустыне. Война сначала на территории Кувейта, а потом буря в пустыне. И как-то там еще они назвали разгром, в общем-то, достаточно мощный, может быть, одной из мощнейших армий Азии, армии Саддама Хусейна. Но там сработали деньги. В таких масштабах, что танки не вышли из своих парков, самолеты не взлетели в воздух, и фактически Ирак отбивался от самой современной техники американцев с помощью автомата. И больше никаких вооружений практически и не было. Там только один город, если не изменяет память, всерьез сопротивлялся. Остальные – вот только с автоматическим оружием. И то оказали достаточно серьезное сопротивление. И американцы там потеряли много. Много потеряли, но главное для нас иное, как действует вот эта военная сила, пуская вперед деньги. Вы думаете, путинские генералы не купятся, если им начать раздавать миллионами долларов? А это копейки в таком случае. Зачем воевать, бомбить там? И тем более зачем воевать и бомбить то, что уже тебе принадлежит? Экономику Путин уже отдал тем самым членам НАТО, которые сейчас с ним перетягивают канат, вообще непонятно по какому поводу. Кто круче выглядит, не более того, но приходит вот этот маленький старенький мальчик со своей крутизной и что-то пытается диктовать, какой-то ультиматум ставит НАТО. НАТО его выслушивает в лице неких руководителей и не дает никакого ответа. А вот просто не дает и все. Лавров со своими чертами лица, такими, прямо скажем, неинтеллектуальными и недобрыми, требует что-то. Мы требуем письменного ответа. А кто вам обязан какой-то ответ давать? Кто вам обязан какие-то гарантии давать? Целый халуйский фильм о Путине показали, как он, начиная с 99-го года, все время пожимает плечами и все время чего-то там изобличает в НАТО. Ну, это военный, военно-политический противник, а как он еще должен себя вести? И это вот речь из песочницы, несется уже более 20 лет, и все это представляется как некий святоч мысли, который что-то там рассказывает, разоблачает НАТО. Надули, обманули. Вот такой способ выражения мысли. И, в общем-то, больше-то сказать нечего. Ответить нечем. Путин разрушил экономику, поэтому никто не будет принимать во внимание экономику, которая фактически не существует. Вся собственность отдана в руки либо тех, кто никак не ассоциирует себя с российской государственностью, формально имея российские паспорта, либо напрямую иностранным владельцам. То есть Россия лишена экономики еще и с юридической точки зрения. О чем можно вести речь? Кто ты там, сидящий в Кремле? Ты человек, поставленный в качестве полицая, чтобы душить свой собственный народ. А ты еще и какую-то свою собственную игру здесь хочешь начать играть? Выторговать еще что-то? На тебя смотрят, либо как на идиота, либо как на Недоноска, который что-то там бормочет. Я уже не говорю о том, что начиная с советских времен дипломатия с нашей стороны, которую мы хотим считать нашей, но она таковой не является, полностью разрушена. Но кто такие дипломаты? Да никто, просто пустое место. Это при консульском отделе некая группа тунеядцев-бездельников и почти уже совсем открытых предателей, которые прикидывают, что они занимаются разведкой и что-то там полезное присылают. Мне приходилось читать донесения из некоторых посольств. Ну и скажу вам, это абсолютно бесполезная чтива и бесполезная деятельность. И я думаю, что разведка с момента, когда Бакатин предал, будучи поставлен на пост председателем КГБ Горбачевым, последний в СССР габист, после этого разруха полнейшая. Ну какая разведка может быть под руководством Фродкова, человека, который вообще к этому не имел никогда никакого отношения и никакого понимания в этой области не имел? Или Нарышкин, который тоже этим никогда не занимался? И что этот человек в футляре может дать действительно стратегической разведке Российской Федерации? Да, абсолютно ничего. Это просто заполненные штатные должности, которые бесполезно существуют сегодня в режиме, когда нет национальных интересов, нет центра национального управления. Естественно, что разговаривать с НАТО некому. Нет ни одного дипломата, который способен о чем-то там договариваться, потому что для того, чтобы разговор состоялся, нужна практика разговаривания десятилетиями. Фигуры должны быть знакомыми и уважаемыми. Не просто уважаемыми за то, что у тебя должность, посол или спецпредставитель, или какие-то внезапно объявившиеся дипломатические статусы. Речь идет о том, чтобы в дипломатии чужие для нас люди сталкивались с достойнейшими от нас. А у нас таковых нет, их не воспитывают, ни годами не воспитывают, не учат. МГИМО – это примерно то же самое теперь, что и Государственная Дума. За какие-то там мнимые или истинные заслуги родителям предоставляют возможность устроить туда детей, а потом на какие-то зарубежные синекуры, чтобы человек удобно переехал на постоянное место жительства туда, за рубеж. Получил там плацдарм, освоил его, а потом оторвал поповину и уже стал совершенно для нас чужим человеком. И не дай Бог ему какие-то секреты доверили, конечно, он их тут же вывалит туда, где попросят. В целом, конечно, провал Путина в переговорах с НАТО предвкушаем. И даже очевидно, что ничего иного и быть не могло. Как не могло быть победы в короткой пятидневной войне с Грузией, потому что победу никто и не предполагал. Побомбили, унизили недееспособную грузинскую армию и ушли на прежде занимаемые позиции. Без войны можно было бы, признав Южную Осетию и Абхазию, о чем еще в начале 2000-х годов патриотическая, национально-патриотическая оппозиция в лице партии и фракции Родина просила и писала законопроекты и обоснования. Можно было бы обойтись без войны? Можно. Нет. Надо было обязательно, чтобы люди погибли. Надо было обязательно... А любая война проваливает престиж, если она не победная. А это не была победная война, потому что отступили и сдали свои позиции. А дальше уж там как получится, как местные власти договорятся. Ну, то же самое и с Абхазией. Вместо того, чтобы присоединить к Российской Федерации территории и полностью их контролировать, ну, с Крымом-то сделали. А здесь чего испугались-то? Потому что нет никакой внешней, внятной, внешней политики, военной политики тем более. Считающаяся победной война в Сирии, она никакая не победная, абсолютно бесполезная и бесперспективная. Рано или поздно оттуда придется уйти, но гарантировать, что там будет дружественный для России режим и что там в очередной раз боевики не возьмут власть, абсолютно невозможно. Бессмысленная, беспощадная война, которая также нанесла колоссальный ущерб престижу Российской Федерации. Да, союзников надо защищать, если это настоящие союзники. Лучше бы Ливию защитили, там действительно была национальная власть. А с Сирией большой вопрос. Сирия была для Российской Федерации? Плацдармом, там была военно-морская база, было взаимодействие между вооруженными силами? Да ничего не было. Ничего не было. И врагу Сирии, Турции фактически сдали ту информацию, стратегическую информацию, которая предупредила о готовящемся государственном перевороте. И эта помощь как-то способствовала укреплению обороноспособности Российской Федерации? Нет, а как раз прямо напротив. Отсутствует. То есть вы уже дружите либо с Турцией, либо с Сирией, либо как-то найдите какую-то среднюю линию. Так здесь нет ничего. Абсолютно противоречивая и бесперспективная политика. Тем более в условиях, когда люди этого не понимают, все время представляя себе Турцию, как-то скажем, на порядок ниже по обороноспособности, вооруженности в сравнении с Российской Федерацией. Да нет, Турция гораздо мощнее сейчас на этом театре потенциальных боевых военных действий в рамках Черноморского побережья и прилегающих земель. Россия там никак не котируется. То есть разгром российской группировки произойдет мгновенно, если только война будет затеяна. И только нам лапшу на уши вешают вот эти вот бряцающие экспериментальными или показушными образцами военной техники генералы и разные политики-обманщики. Нас обманывают постоянно. А Сербии мы почему не помогли? Вы не знаете почему? Да потому что в Кремле сидят пособники оккупантов. И в Сербии можно, и нужно было помочь. А там бросок на Приштину, и все. И все замерзло. Хотя на эту территорию могли приземляться военно-транспортные самолеты Российской Федерации, но не приземлились. И Сербия была растоптана. Сербы ждали. Ждали поддержки, помощи. И это действительно был бы наш стратегический союзник. А сейчас нет. А сейчас нет. Сейчас Сербию со всех сторон обступила НАТО. И как какой-то плацдарм Сербия уже не является. И она в сфере влияния западных держав, а вовсе не Российской Федерации, не России. Когда политик сдает одну позицию за другой, сдает везде по своей тупости, по своей подлости, по своей полнейшей дезориентированности, по необразованности, потому что вокруг себя собрал одних тупиц. О чем идет речь? Какая победа над НАТО? Вы ее не получите никогда. Только русская национальная власть способна отразить внешние нашествия даже в условиях, когда недостаток вооружений, мощности, экономики и так далее. Потому что в этом случае возможно сплочение. И в этом случае возможно вооружение народа, которое гарантирует, что на национальной территории ноги иностранного солдата не будет. А особенно героические группы будут высланы за пределы территории. Вот то, что не сделали сербы. И будут уничтожать противника по местам дислокации, если хотя бы одна бомба или одна ракета или хотя бы один террорист упадут на нашу землю и нанесут здесь ущерб. Этого ни Путин, ни его, эта шойговская развалившаяся, полностью развалившаяся армия, которая, кроме как автоматом Калашникова, воевать ничем другим не умеет. ни спецслужбы, ни разведка, ничего не работает и работать не будет. Никаких побед ни от Путина, ни от его наследников, которые скоро займут места в Кремле, не будет ни в коем случае. Только русская национальная власть. Мы ждем ее и готовы ее поддержать всеми силами. Слава Руси! Господи спаси! Слава Руси!